Добрый день! Вы смотрите новости на телеканале ЮЭТВ. О самом главном на эту минуту расскажу я и мои коллеги в студии Тимофей Львутин. Седьмые по счету выборы президента Украины. 31 марта с 8 утра в стране началось голосование. Избирательные участки везде будут работать до 20.00. Для голосования организованы 199 округов. Отдать свой голос смогут почти 30 миллионов украинцев. Сотни участков будет работать в 72 странах. На них смогут проголосовать 410 тысяч украинцев. Выбирают одного из 39 кандидатов. Это рекордный список фамилий. Большинство из них впервые участвуют в президентской гонке. Треть вовсе не связана с политической деятельностью. Кто борется за пост главы государства в обзоре корреспондентки ЮЭТВ Евгении Бурды. С 31 декабря 2018 Центральная избирательная комиссия начала принимать заявления от желающих поучаствовать в президентской гонке. Набралось 93. Почти столько же, как за 6 предыдущих компаний вместе взятых. Регистрацию не прошли 49 человек. Неуплата залога, проблемы с документами и антиконституционные предвыборные программы – самые распространенные причины отказа. Еще пятеро сошли с дистанции по желанию, в установленный законом срок. В результате в бюллетене 39 фамилий. Два кандидата отказались участвовать в выборах уже после печати бюллетеней. Но внести изменения в список уже нельзя по закону. Большинство кандидатов известны избирателям своей политической деятельностью. 26 с опытом работы в парламенте. Также выдвигаются бывшие руководители государственных структур, общественные деятели и бизнесмены. 10 человек впервые стали кандидатами на выборах. 20 баллотируются от партий, остальные – самовыдвиженцы. 4 женщины – это гендерный рекорд президентских выборов. Согласно поданным декларациям, главой государства хотят стать 4 долларовых миллионера и 19 кандидатов с миллионными сбережениями в национальной валюте. Для голосования 31 марта организовали 30 тысяч избирательных участков, больше сотни – за пределами Украины. Центральная избирательная комиссия насчитала около 30 миллионов потенциальных избирателей. Национальный экзит-пол будут проводить три социологические организации. Следить за ходом голосования зарегистрировались больше трех тысяч украинских наблюдателей и больше двух тысяч международных. Евгения Бурда, ЮЭТВ. Явка избирателей по состоянию на 11.00 составила 16,33%. Это данные с 81 избирательного округа, сообщили в Центральной избирательной комиссии. Активнее всего голосуют в Луганской области. 20% избирателей уже побывали на участках. Самая пассивная – Закарпатска. 8% избирателей проголосовали. По словам главы ЦИК, в Украине открылся всего один избирательный участок – в Измаиле. По сути, лишь один избирательный участок, по которому мы сейчас будем принимать решения, имеет некоторые проблемы. Все остальные работают. Я хочу заверить жителям Измаила – их голоса обязательно будут засчитаны. Они смогут осуществить свое право. Президент Украины Петр Порошенко проголосовал в Киеве. На его избирательном участке работает корреспондентка ЮЭТВ «Любовь с Дорожной». Добрый день, коллега. Как проходит голосование и кто еще из первых лиц государства уже сделал свой выбор? Здравствуй, Тимофей. Я действительно успела отдать свой голос Петр Порошенко. Пришел голосовать всей семьей. Я был в хорошем настроении. Он же, между прочим, кандидат на пост главы государства. Подается во второй раз. В хорошем настроении. Не признался при этом, за кого будет голосовать. Сказал, что будет голосовать за Украину. И заверил, что народ сделает выбор осознанно и демократично. Давайте послушаем. Уверен в том, что выборы хорошо организованы. Воля изъявления украинцев будет сохранено. Это необходимое условие для движения вперед и возвращения Украины в европейскую семью. Также голосовал председатель Верховной Рады Украины Андрей Порубия. Пришлось ему немного постоять в очереди, потому что была очередь к этому моменту. Ну, безропотно он ее отстоял. Более того, сказал, что это важно для каждого, несмотря на очередь. Все-таки прийти сюда сегодня, проявить свой голос. Потому что эти выборы одни из важнейших для нашей страны в истории. Также давайте послушаем. Президент Украины – это прежде всего главнокомандующий. Поэтому сегодня наш фронт по всем избирательным участкам. И украинский фронт делает сегодня каждый из украинцев. И поэтому важно сегодня всем прийти на выборы. Присутствуют на участке также международные наблюдатели. Например, мы пообщались с представителем от Азербайджана. Он представитель парламента Азербайджана. И выполняет здесь функцию наблюдателя. По состоянию на 10 утра нам с ним удалось пообщаться. Давайте послушаем, как он увидел, как проходят выборы на данном участке. И я думаю, что все будет нормально. Я смотрю, народ активен. Это самое главное. Чтобы люди пришли, голосовали. Важно, чтобы они вышли и голосовали. Голосуют действительно достаточно активно. По состоянию на 11.00, это последние данные, которые объявили на этом избирательном участке, пришли около 300 человек. То есть, если наблюдать тенденцию, напомню, что участки работают с 8 утра. Это около сотни человек за час. Правда, сейчас, я думаю, количество все-таки увеличится. Мы уже видим очереди, потому что день все же выходной. 8 утра для кого-то может быть очень рано. Поэтому кто-то, возможно, выбрал все же сначала поспать, потом прийти проголосовать. Но голосуют действительно многие считают это важным. Давайте послушаем, почему. Потому что это ответственность каждого из нас. Каждого из нас молодого человека. И обязательно прийти сегодня и сделать свой выбор, чтобы будущее, так сказать, свершилось. Участки будут работать до 8 часов вечера. Лишь по Киеву, я напомню, что их более 1100. Тимофей, передаю тебе слово. Спасибо, коллега. В Киеве уже проголосовали нынешний глава государства Петр Порошенко. И спикер парламента Андрей Порубий. А городской голова Виталий Кличко в столице проголосовала одним из первых. На избирательный участок в лицее имени Ивана Багуна мэр приехал во время утренней прогулки на велосипеде. Добрый. Как вы видите, он во время зарядочки, так сказать. При фронтовой Авдеевке Донецкой области избирательные участки начали свою работу вовремя. Сюда могут приехать и проголосовать жители оккупированных территорий Донецкой области. По словам членов избирательной комиссии, накануне они боялись выходить на работу из-за возможных обстрелов. Как передается место корреспондент ЮИТВ, сейчас обстановка и в городе, и на участках спокойная. Открылись вовремя, и люди идут, идут и идут. Как-то сознательность проявляет наш народ. Идут постоянным потоком. Побаивались. Тем более, вы сами видите, у нас вся комиссия под окнами сидит. Так что сюрпризов, конечно, мы опасаемся. Да, да. Особенно с наступлением вечернего времени, когда зажжется свет. Тем временем на фронте ранены двое украинских военнослужащих. За минувшие сутки на Донбассе российско-оккупационные войска шесть раз открывали огонь, в том числе и с запрещенным во Минскими соглашениями оружия. Ответным огнем украинских защитников два оккупанта уничтожены, шестеро ранены. В Турции открылись три избирательных участка. В Стамбуле, Анталии и Анкаре. В столице страны за голосованием следит корреспондентка Украинформа Ольга Будник. Добрый день, коллега. Сколько украинцев уже посетили в Турции избирательный участок? В Турции мы находимся на избирательном участке в Анкаре. Участок номером 995 начал работу ровно в 8. Благодаря переходу Украины на летнее время, указы в наших странах открылись и закроются одновременно. Согласно установленных нормам, на избирательном участке в Конституте «Усиленная охрана». Также, как и в всей стране, сегодня в Турции проходят тесные выводы. В общем, по всей Турции задействовано 553 тысячи словиков, только в столице их более 20 тысяч. Для волеизъявления каждого на краю, власти Турции отрасляет от Туриев. Расскажи, в Анкаре, в Анкаре, в Анкаре, в Киевском областях избирателей, в Анкаре, в Анкаре 158. Выборы на юге Турции проходят в новом конституции, в котором наиболее всего года открывал сенту, не только Тарашенко. На выборы президента Украины в Анкаре зарегистрировались 194 избирателя. Это намного больше, чем в прошлые годы. Это радует. Интересно, что самому старшему избирателю почти 85. Самой младшей 18 лет только недавно исполнилось. Надеемся, что выборы пройдут спокойно, без проблем и эксцессов. И все, кто хочет проголосовать, смогут свободно отдать голос за своего кандидата. Спасибо, коллега. Как голосуют украинцы в Турции, рассказала корреспондентка Украинформа Ольга Будник. Самый труднодоступный избирательный участок в Антарктиде. На станции «Академик Вернадский» работают чуть более 30 украинцев. Они будут голосовать по специальной процедуре. А 24-я экспедиция полярников как раз направляется к антарктической станции. Они будут голосовать прямо на корабле. О выборах на Белом континенте подробнее в сюжете. Самый отдаленный избирательный участок на президентских выборах в Украине – антарктическая станция «Академик Вернадский». До нее 15 тысяч километров. И чтобы добраться туда самолетами и кораблями понадобится около недели. Сейчас на станции живут 34 гражданина Украины. Все они хотят голосовать на выборах. У процесса свои особенности. Отсканируется бюллетень. Отправится на станцию «Академик Вернадский». 34 наших полярника проголосуют там. На таких участках, как и на кораблях, есть законом предусмотренная возможность самостоятельного изготовления бюллетеней. На Белый материк прямо сейчас добирается следующая 24-я украинская антарктическая экспедиция. 31 марта они все еще прибывают в море на корабле. Мы будем голосовать не на станцию, а скорее всего на корабле. Однако предоставление возможности проголосовать зависит от капитана корабля. Это уже не в нашей юрисдикции. Всем участникам экспедиции на станции и тем, кто еще в пути, не понадобилось менять избирательный участок для голосования. Наши документы подаются от антарктического центра. Мы здесь все зарегистрированы с паспортами и есть человек, который занимается откреплением. Мы сами этим не занимаемся. Процедура голосования на антарктической станции не отличается от других участков. Главой избирательной комиссии выбрали руководителя 23-й экспедиции, а секретарем системного администратора. Также на станции уже силами самих полярников создана прозрачная урна для голосования и кабина для голосования. На самом деле это самый большой стол на станции, который ставится в вертикальном положении и завешивается шторкой. Таким образом обеспечивается анонимное голосование граждан Украины. Голосовать полярники будут по местному времени. После в Украину по спутниковой связи отправят сканы протокола избирательной комиссии, а также сканы всех 34 заполненных бюллетеней. Оригиналы документов с мокрыми печатями в середине апреля привезут назад участники 23-й украинской антарктической экспедиции. Анна Романовская, Артем Голуб, Евгения Бурда, Владислав Гапон, Юэй ТВ. В Великобритании украинцы голосуют на двух избирательных участках – Эдинбурге и Лондоне. В британской столице за голосованием украинцев следит корреспондент Александр Шевченко. Добрый день, коллега. Сколько украинцев уже сделали свой выбор? Есть ли у вас эти данные? Добрый день. Да, уже более двухсот украинцев проголосовали на участке в Лондоне. Из всего зарегистрированных около двух с половиной тысяч избирателей, которые сегодня будут голосовать в Лондоне. Выборы именно в плане безопасности, а также в плане активности украинцев именно в Лондоне, непосредственно где вы находитесь? Голосование происходит очень спокойно, как мне рассказала глава комиссии. Явка достаточно высокая, если сравнивать с опытом предыдущих лет. Особого наплыва ждут к 12 часам, потому что именно в это время закончится служба в украинской церкви здесь неподалеку. И вот с двух до четырех, как мне объяснили, скорее всего будет больше всего украинцев приходить голосовать. Это произойдет по местному времени через час. А так на данный момент нет никаких нарушений, и голосование проходит спокойно. С самого утра, когда открылся участок, было около 20 человек в очереди. Сейчас, как вы видите, очереди нет. Очень спокойно, не спешат украинцы голосовать. И тем не менее, как я уже сказал, эта явка считается даже более высокой, чем обычно. Александр, а с каким настроением люди идут на голосование? К сожалению, очень много людей приходили с боевым настроем и не смогли проголосовать. Очень многие люди проигнорировали или не услышали, не знали о том, что нужно дополнительно регистрироваться, становиться на консульские учеты для того, чтобы быть внесены в список. И я сегодня видел многих людей, которые были очень огорчены тем, что проголосовать сегодня не смогут. Они оставались, чтобы оставить заявление, чтобы проголосовать хотя бы во втором туре выборов. Такие случаи, к сожалению, были частые. Остальные, кому удалось проголосовать, очень довольны и рады поучаствовать в выборах президента Украины. Спасибо, коллега. Из Лондона корреспондент Александр Шевченко наблюдает, как проходят выборы президента Украины в Великобритании. Мы отслеживаем процесс голосования президента Украины в онлайн-режиме по всему миру. Оперативную информацию о выборах в любой момент вы можете найти на наших страницах в соцсетях, на сайте UETV и в эфире нашего телеканала. На этом у нас пока все. Следующие выпусы новостей уже буквально через два часа, поэтому не переключайте. И до встречи.